В России продолжается активная модернизация лифтового хозяйства. Замене подлежат более полумиллиона этих подъемных механизмов. Несмотря на значительные усилия, прилагаемые властями в этом направлении, установка новых лифтов отстает от графика. В пятницу депутат Госдумы России Владимир Васильев ознакомился с работой Тверского предприятия, которое занимается проектированием, производством и монтажом лифтового оборудования. Подробности у Ирины Синягиной. Лифт — это источник повышенной опасности и страхов многих россиян с детства. Некоторые даже признаются, что им снятся кошмары про лифт. Он падает, застревает с огромной скоростью, несется вверх. Три из пяти наших респондентов отметили, что у них есть страх при использовании лифта. Боюсь, что лифт может оборваться. И все. Я больше предпочитаю ступеньки. Застрять в лифте очень сильно боюсь. С детства опасность, может быть, какая-то небольшая, наверное, существовала. Не стоит забывать и такой печальный факт, что в России лифты обычно работают дольше своего срока службы, который составляет 25 лет. Сегодня в нашей стране более 600 тысяч лифтов имеют износ более 50%. У нас в родной Твери 1061 лифт нужен. Из них 743 только в городе в ближайшее время. Большая нагрузка. Поиск решений, поиск людей, технологий, которые сегодня сформировались в новых условиях. Депутат Госдумы посетил Тверское предприятие «Тверь-лифт». В деловом визите на производство также приняли участие депутаты Тверской городской думы Дмитрий Нечаев и Ян Барышев. Гости ознакомились с процессом изготовления лифтового оборудования, осмотрели производственную площадку. В сегодняшних реалиях предприятие может спроектировать лифт полностью из отечественных комплектующих. По бальной системе, которую ввел Минпромторг России, предприятие использует 75-80% отечественных деталей. Исключение микроэлектроника. Она пока преимущественно китайская. Зато система управления, программное обеспечение – всё это российское. Мы производим и проектируем металлическую часть лифта. То есть мы очень сильно зависим от комплектующих, которые мы можем приобрести. К сожалению, на сегодняшний момент объём комплектующих резко снизился. И, соответственно, сейчас мы пытаемся заместить на собственном производстве. Но в целом, то есть в среднем сегменте, мы ничем не отличаемся от импорта. И более того, производя элементы в России, мы можем гораздо быстрее это всё дело заменить, применить и обеспечить более качественную услугу на этапе эксплуатации. Владимир Васильев осмотрел цеха, где собирают лифты, и пообщался с сотрудниками. Вот этот кабель, он обладает и несущей способностью. То есть это то, что передаёт сигнал от системы управления в кабину. То есть он непосредственно с кабины перемещается по шагу. Он наш. Да, наш отечественный. Производственная мощность предприятия 600 единиц в год, а загруженность только 20%. Пока у вас 80% потенциал не реализован. Да. В пике, конечно, мы загружены бываем. Но это бывает так. В среднем по сезону, да. В среднем хотелось бы иметь возможность выдавать 600. На предприятии работает много молодёжи, заметил депутат Госдумы. Руководитель предприятия отметил, что на работу устраиваются ещё вчерашние выпускники ведущих Тверских колледжей. Например, в конструкторском отделе все бывшие студенты Каняевского колледжа Твери. Саша конструктор на предприятии работает два года. Пришла на практику, после окончания учёбы трудоустроилась. Сейчас она проектирует подъёмники и лифты. На это у девушки в среднем уходит от двух до семи дней. И сложный, и интересный одновременно, потому что однозначно очень ответственный процесс. Потому что всё же здесь в основном перевозка людей. И мы отвечаем за их безопасность, когда проектируем. Сейчас Тверь «Лифтмаш» переходит на новую отечественную программу проектирования. Она ничем не уступает зарубежной, а даже наоборот даёт ряд преимуществ. Это программное отключение позволит нам проектировать гораздо быстрее лифтовое оборудование с более широким диапазоном по размерам и скоростным характеристикам. Мы настраиваем её таким образом, чтобы она нам гораздо быстрее проектировала наше оборудование. Следующая точка рабочей поездки Владимира Васильева — 17-я школа Твери. Депутат Госдумы пообщался с руководством учебного заведения, ознакомился с экспозицией школьного музея, где собрано немало старинных экспонатов. Но главной его целью был осмотр школьной пристройки, которой требуется ремонт. В ней располагается школьная библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. В настоящее время при поддержке депутата изыскиваются средства на будущий ремонт объекта.